С начала ноября депутаты общественной организации, территориальное отдело, образовательные учреждения и активные жители муниципалитета собирали все необходимое для отправки очередных машин в зону военных действий. Мы определили, закрепили за собой больницу Мариуполе, как шефскую помощь, а также 42-ю мотострелковую дивизию, куда мы на регулярной основе собираем по их запросам по потребности в зону СВО, а также гражданским лицам, которые там находятся на освобожденных территориях, на наших территориях, которые находятся в зоне СВО, мы собираем гуманитарную помощь. Как отметил депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Владислав Рымша, у каждого народного избранника на участке оказалось много неравнодушных людей, которые откликнулись и приняли участие в сборе помощи. У нас есть чаты, в том числе и домовые, через которые мы эту информацию распространяли. Соответственно, старшие по домам тоже активно участвовали в этой работе. Поэтому стараемся взаимодействовать со всеми, кто может нам в этом вопросе помочь. С наступлением холодов участникам специальной военной операции особенно необходимы обогреватели, теплая одежда и обувь. Гуманитарную помощь у нас медицина, входят продукты питания, амбонирование, снаряжение, ну и дополнительный расходник, который есть. Есть большой запрос на технику, именно там уазики машины, которую мы также приобретаем и также туда направляем. Пять машин отправятся в зону боевых действий под контролем представителей Ленинского отделения ветеранской организации «Боевое братство». Ленинский городской округ работал, работает и будет помогать СВО нашим бойцам, выполняющим боевые задачи. Это уже пятый по счету конвой от муниципалитета со всем необходимым военнослужащим и мирному населению освобожденных территорий. Накануне Нового года запланирована еще одна отправка гуманитарной помощи. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.